Своебразный договор о согласии и гарант стабильности в республике. Так сегодня вспоминают о Конституции Хакасии те, кто был причастен к ее созданию два десятка лет назад. Но до главного события, мая 95-го, были еще годы работы. Принятие Конституции и разработка ее началась с 91-го года. В 3 июля 91-го года Верховный Совет России принял закон о преобразовании Хакасской автономной области в Хакасскую СССР. Без всякого автономии не было. Хакасскую Советскую Социалистическую Республику. Такие же, какие были Украинская СССР, Белорусская и прочие. На создание Конституции ушло почти 4 года. Принятие собственного основного закона в маленькой республике тогда не могло не вызвать вопросов и даже некоторой иронии. Однако наши депутаты действовали в соответствии с 5-й статьей Конституции России. Именно республика является в скобках государством, которое принимает Конституцию. А такие субъекты, как край, область, они принимают уставы. И это получается не наша какая-то, ну, в общем-то, самодеятельность в большей степени, а это та конституционная норма, которой руководствовался Верховный Совет Первого Созыва и принял именно тот формат документа, который сегодня отмечает свое 20-летие. При этом я хотела бы еще обратить внимание, что именно данный документ Конституции нашей республики определила все основы конституционного устройства. За 20 лет с момента принятия в Конституцию республики 7 раз вносили изменения. Все они были связаны с федеральным законодательством. Приходилось приводить в соответствие новым законам об образовании, коррупции и другим. И каждый раз, признают парламентарии, это был болезненный процесс. Я, конечно, не отношусь к нашему основному закону, как к священной корове, но, в принципе, для меня это что-то очень святое. Чем меньше мы вносим изменения в основной закон, тем называется он является стабильнее. Вечно привожу пример Конституции Соединенных Штатов Америки. Они действуют с конца 18 века, и на сегодняшний день, в общем-то, никаких изменений, за исключением били о правах, не вносилось. И тем не менее живем, да? Юбилейный год ознаменуется целым рядом мероприятий. Для школьников тематические конкурсы, рисунков, плакатов, сочинений. Молодежь соберут за круглым столом, где обсудят болевые точки законодательства. В планах интеллектуальные и спортивные соревнования. А каждый житель Хакассии уже сейчас может проверить свои знания о главном законе. На сайте Верховного Совета уже запущено тестирование на тему «Знаете ли вы Конституцию Республики Хакассия?». Нажимаем «Пройти тестирование». Итак, первый вопрос. Когда была принята Конституция Республики Хакассия? Варианты ответов. 25 мая 1995 года, 25 декабря 2017 года, 12 декабря 1993 года. Мы выбираем ответ 25 мая 1995 года. Сразу после завершения тестирования появляется результат. В нашем случае 100% попадания. Все 26 ответов оказались правильными. Кстати, организаторы обещают отметить тех, кто лучше всех знаком с Конституцией Республики. А заодно и со своими правами. Также на днях в здании правительства открыли передвижную фотовыставку. Экспозиция побывает и во всех муниципалитетах Хакассии. Чтобы каждый желающий смог приобщиться к истории становления государственности Республики. Изюминка выставки – уникальные фотокадры разработки и принятия Конституции 20-летней давности. Вы увидите все этапы большого пути Республики, начиная от момента принятия присяги главой Республики Хакассии. И обратить особое внимание на то, что именно на тексте Конституции Республики он дает эту присягу. И после ее принесения становится полноправным, так сказать, хозяином субъекта Республики. Кроме этого, вы увидите, что особое знаковое место занимает социальная сфера деятельности нашего республиканского парламента и республиканского правительства. Поэтому особое отношение к старикам, особое отношение к детям, особое отношение к тем социально незащищенным категориям населения. Поэтому я думаю, что когда вы пройдетесь по этой выставке, вы еще многие какие-то странички, неведомые для себя, откроете. Поэтому всем новых открытий! Редактор субтитров А.Семкин